Вот 8 участников сегодняшней игры. Из них только один сможет забрать денежный приз размером до 400 тысяч рублей. Остальные покинут студию ни с чем, по мере того, как раунд за раундом команда назовет их слабым звеном. В эфире игра «Слабое звено». Каждый из 8 участников, находящихся сегодня в студии, может заработать до 400 тысяч рублей. Они не знают друг друга, но если хотят выиграть большой приз, они должны стать командой. Семеро из них уйдут отсюда ни с чем, ведь раунд за раундом мы будем терять игроков. Тех, кого команда назовет слабым звеном. Вот эта команда. Игорь, 40 лет. Город Серпухов. Пока еще директор городского театра. Депутат городского совета. Фатимат, 43 года. Гордая дочь лицгинского народа. Дагестан, Гильярд. Занимаюсь коммерцией. Алексей, 42 года. Не менее гордый сын русского народа. Москва, менеджер. Андрей, 31 год. Город Самара, Российская Федерация. Специалист по наружной рекламе. Виктор, Зеленоград, 50 лет. Мастер на все руки. Ирина, Люберце. Студентка института туризма. Жизнерадостная, но немножко охрипшая. Владимир, 47 лет. Москва. Охранник. Молодой свекор. Лариса, 55 лет. Молодая пенсионерка из Подольска. Теперь правила нашей игры. В каждом раунде вы можете выиграть до 50 тысяч рублей за ограниченный период времени. Самый быстрый способ — это выстроить цепь из 8 правильных ответов и отправить в банк заветную сумму. Если вы ответите неверно, вы разорвете цепь правильных ответов и потеряете деньги, заработанные командой в этой цепочке. Но если вы успеете сказать слово «банк» до того, как будет задан вопрос, вы сохраните деньги, однако цепь ответов начнете строить заново. Помните, что в каждом раунде вашим выигрышем становятся только те деньги, которые вы успели отправить в банк. Эта сумма переходит с вами в следующий раунд. Сумма заработанных в каждом раунде денег и составит конечный выигрыш. На первый раунд у вас 2,5 минуты, и мы начнем с игрока, чьи имя первой по алфавиту. Это вы, Алексей. Итак, играем в слабое звено. Первый вопрос стоит 1000 рублей. Время пошло. Алексей, закончите пословицу. Слово «серебро». «Омолчание золота». Верно. Андрей, как, согласно Евангелию, звали человека, который стал земным отцом Иисуса Христа? Пас. Иосиф. Виктор. Какой тип компьютерных программ называется так же, как возбудитель болезни, например, гриппа? Вирус. Верно. Ирина, какой фильм Михаила Рома был посвящен советским физикам? Атлантида. Неверно. Девять дней одного года. Владимир. Где находился человек, сказавший, это маленький шаг для человека, но гигантский скачок всего человечества? Пас. На Луне. Лариса. Какой представитель не парнокопытных входил в состав бременских музыкантов? Осел. Верно. Игорь. Какая площадка больше, футбольная или волейбольная? Футбольная. Верно. Фатимат. Готфрид Лебниц. Немецкий математик или английский? Немецкий. Верно. Алексей. Как называется короткая, пышная и многослойная юбка-балерина? Пачка. Верно. Андрей. Чем, согласно русской поговорке, красна изба? Пирогами. Верно. Виктор. Персонажами какой оперы Мусоргского стали Марина Мнишек и Василий Шуйский? Мазепа. Неверно. Борис Годунов. Ирина. Никита Михалков или Андрей Кончаловский снял фильм «Романс о влюбленных»? Михалков. Неверно. Кончаловский. Владимир. В какой стране, согласно конституции, президентом должен быть грек, а вице-президентом турок? Кипр. Верно. Лариса. Какой язык является официальным в государстве Гаити? Английский. Неверно. Французский. Игорь. Название какой науки переводится с греческого как «звездный закон»? Астрология. Астрономия. Фатимат. В какой стране возникла религия, называемая синтаизм? Китай. Неверно. В Японии. Алексей. Какой петербургский театр основан раньше, Александринский или Мариинский? Мариинский. Неверно. Александринский. Андрей. Сколько пешек у каждого шахматиста в начале партии? Восемь. Верно. Виктор. К какому классу животных относятся черепахи, ящерицы и змеи? Рептилии. Верно. Ирина. В каком древнем государстве было построено три крупнейших храма в честь бога солнца ОМОНа? Вик, ээээ, можно еще вопрос? В каком древнем государстве было построено три крупнейших храма в честь бога солнца ОМОНа? Египет. Верно. Владимир. Банк. Назовите отряд общественных насекомых, жилища которых достигают высоты 15 метров. Термиты. Верно. Время вышло. Вы положили в банк сумму в 25 тысяч рублей, хотя могли положить 50 тысяч. Кто с трудом стоит на ногах? Кому лучше пойти отдохнуть? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. По статистике сильное звено Виктор. Верно ответил на два вопроса и больше всех положил в банк. 20 тысяч рублей. Слабое звено Ирина. Дважды разрывала цепь правильных ответов команды. Но посмотрим, каким будет первое голосование. Голосование окончено. Пришло время узнать, кто, по вашему мнению, самое слабое звено. Владимир. Виктор. Ирина. Владимир. Владимир. Андрей. Лариса. Андрей. Андрей, вы что-нибудь слышали о памятнике культуры, который называется Библия? Да, слышал. Очень стыдно. Как же вы не ответили на такой элементарный вопрос? Потерялся, растерялся. Попытаюсь собраться. А почему вы считаете, что Владимир не сможет собраться? Понимаете, в игре все равно станет кто-то один. Правильно? И, скажем так, если я дойти до финала хочет каждый, и меньше всего, скажем так, в соперниках, я бы хотел видеть Владимира. Андрей, вы что, избавляетесь в первом раунде от самого сильного игрока? Совершенно верно. Мне с ним играть было бы очень тяжело. У него были достаточно сложные вопросы. Ну, так попало, скажем так, что вопросы действительно доставали сложные, и, скажем так, отвечал недостойно. Если я не ошибаюсь, он не ответил, по-моему, только на один вопрос. В этом случае вы не ошибаетесь, но ведь вам необходимо заработать деньги. Как же вы будете зарабатывать деньги, если в каждом раунде будете избавляться, по вашему мнению, от сильного игрока? Так, дело в том, что мы постараемся заработать денег, пусть их будет немножечко поменьше, чем могли бы заработать с сильными игроками. Ну, скажем так, будет больше шансов выиграть. Так их может совсем не быть. Андрей, у вас явно неправильная тактика, и она пагубна для команды. Игорь, напомните, чем вы занимаетесь? Я работник культуры. И? И депутат городского совета. Как вы проводили свою предвыборную кампанию? А я просто выходил в каждый двор, приезжал со своими друзьями и просто с людьми общался. Что вы им говорили? Я говорил, что дайте мне этим депутатам для начала стать. Я не могу обещать то, чего я пока не знаю, то, чего я пока не видел. Что это? То есть я попросил людей дать мне силы попробовать себя на этом поприще. Получаете? Ну, отчасти да. Ну, хорошо. За что Владимира выгоняете? Выгоняю это я говорил чисто формально, но мне показалось, что он несколько тормознул, прежде чем сказать пас. Владимир, телезрители вас запомнят только как самое слабое звено. Прощайте. Про Игоря могу только сказать, что у него, наверное, секундомер прямо в голове. И, возможно, этот счетчик времени включался именно тогда, когда мне приходилось отвечать на вопросы. Раунд второй. И у вас в банке 25 тысяч рублей, хотя могло быть в два раза больше. Осталось семь игроков. Этот раунд будет короче предыдущего на 10 секунд. И мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это Виктор. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Виктор, кора какого дерева называется берестой? Березы. Верно. Ирина, закончите известное выражение. Велика Россия, отступать некуда. Пас. Позади Москва. Лариса. Кому из героев мультфильма «Каникулы в Простоквашино» было подарено фоторужье? Шарику. Верно. Игорь. В Украинском театре оперы и балета пел Дмитрий Гнатюк или Николай Гнатюк? Дмитрий. Верно. Фатимат. Банк. Какая сторона в прямоугольном треугольнике всегда больше катет или гипотенуза? Гипотенуза. Верно. Алексей. Какой московский музей носит имя Бахрушина? Театрального искусства. Верно. Андрей. Какое звание у танкиста, если оно ниже младшего лейтенанта и выше старшины? Пас. Прапорщик. Виктор. Мифология. Богом или героем был древнегреческий Персей? Богом. Неверно. Героем. Ирина. Каким французским словом называют украшение из перьев на головном уборе иконской сбруи? Боа. Неверно. Плюмаш. Лариса. Заболевание легких или печень не лечат врачи-пульмонологи? Легких. Верно. Игорь. Как называется свод правил, регулирующий деятельность политической партии? Устав. Верно. Фатимат. Банк. Какой легендарный комдив гражданской войны родился 9 февраля 1887 года? Пас. Чапаев. Алексей. Представители какой профессии называли портник? Пас. Пчеловодов. Андрей. Цыпленка-табака готовят на сковороде или в гриле? На сковороде. Верно. Виктор. К семейству псовых или куньих относится лисица? Псовых. Верно. Ирина. Как зовут мифического коня, давшего название экваториальному созвездию? Пегас. Верно. Лариса. Кандель-китайка. Это сорт яблони или вишню? Яблони. Верно. Игорь. Банк. В 20-м веке Томас Эдисон сделал первую звукозапись. В 20-м. Неверно. В 19-м. Фатимат. Как называется судоходство между портами одной страны? Каталажные все. Неверно. Каботаж. Каботаж. Алексей. Пигмент меланин передает животным светлую или темную окраску? Светлую. Неверно. Темную. Андрей. В украинской кухне относятся к лецке или галушке? Галушке. Верно. Виктор. Банк. Время вышло, вы успели положить деньги в банк. И вы упустили возможность заработать еще 50 тысяч рублей. На этот раз вам удалось положить в банк только 15. Кто потерял спасительную нить? Кому уже не светит путеводная звезда? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. Сильное звено Лариса. Она одна в этом раунде верно ответила на все вопросы. Слабое звено Алексей. Но как проголосует команда на этот раз? Волосование окончено. Пришло время узнать, кто, по вашему мнению, самое слабое звено. Андрей. Алексей. Ирина. 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 Андрей. Андрей. У нас ничья. Андрей и Ирина получили по три голоса. Андрей, продолжаете избавляться от сильных игроков? Сейчас, наверное, нет. А что ж вы изменили своей тактике? Прошедший раунд действительно был немножечко не Иринин, скажем так. Потому что, возможно, вопросы и такие упадали сложно, но она, насколько я помню, отвечала на достаточно мало. Ирина, Андрей считает вас слабым игроком. Вы с этим согласны? Нисколько. А почему? Просто судьба так сложилась, что вопросы были не мои. Вопросы были не ваши? За два раунда у вас было шесть вопросов и всего два правильных ответа. Значит, так получилось. А какие вопросы тогда вы считаете вашими? Мне сказать, области какие-то. Области знаний. Ну, скажите. Например, языки, лингвистика, искусство. У вас не очень широкий кругозор. Будем расширять. Вам будет сложно играть, если вдруг вы останетесь в игре. Ну, а теперь пару слов об Андрее. Про Андрей я могу сказать, что он выбрал путь наименьшего сопротивления, а этот путь самый скользкий. Он подскользнулся на нем. Пока еще нет. Лариса, по статистике, вы были самым сильным звеном этого раунда. И по правилам нашей игры вы должны сделать выбор, кто покинет команду. Андрей или Ирина. Хочу напомнить вам, что по правилам нашей игры вы можете поменять свое мнение, если хотите. Менять мнение не буду я. Андрей. Почему? Почему вы считаете Андрея слабее Ирины? Ну, мне показалось, что те вопросы, на которые он не ответил, на них ответила бы Ирина. Ирина на свои-то ответить не смогла. Я выбираю Андрея. Не обоснованно. Андрей, вы сменили тактику, но она вам больше не пригодится. Вы самое слабое звено. Прощайте. Какой-то женский заговор, по-другому мне скажешь. Ларисе в этом раунде действительно повезло, что она принимала решение. Но что касается Ирины, то если я подскользнулся, она будет скользить всю игру. Дай бог, чтобы доскользила до конца. Ну, как и придут в голодный год попросить хлебушка. Раунд третий. И у вас в банке 40 тысяч рублей. Хотя могло быть 100 тысяч. Осталось только 6 игроков. Раунд будет, короче, еще на 10 секунд. И мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это Лариса. Итак, играем слабое звено. Время пошло. Лариса. По Ярославской или Смоленской дороге из Москвы отступали войска Наполеона? Смоленская. Верно. Игорь. Название какой рабочей профессии происходит от немецкого слова в переводе, означающего художник? Маляр. Верно. Фатимат. Как называется спутник Плутона? Е. Неверно. Харон. Алексей. Название какой ученой степени совпадает с титулом главы рыцарского ордена? Магистр. Верно. Виктор. Кто из советских министров в ноябре 95-го года стал президентом независимого государства? Шварнадзе. Верно. Ирина. Из греческого или латинского языка пришли в русские слова математика и физика? Из греческого. Верно. Лариса. Оранжевая или белая окраска корнеплода свидетельствует о наличии каротина? Оранжевая. Верно. Игорь. Закончите фразу. Федора Достоевского. Все мы вышли из Гоголевской. Эпохи. Неверно. Шинели. Фатимат. В триатлон входит плавание или конный спорт? Плавание. Верно. Алексей. Французский ученый Шампальон занимался расшифровкой египетского или вавилонского письма? Вавилонского. Неверно. Египетского. Виктор. Колесо, обеспечивающее равномерный ход машины. Это маховик или манжета? Маховик. Верно. Ирина. Как по шестому дню недели в СССР стали называть безвозмездный труд в выходные дни? Субботник. Верно. Лариса. Правительство Российской Федерации относится к законодательной или исполнительной власти? Исполнительной. Верно. Игорь. При свертывании молока получается сыворотка или сливки? Сыворотка. Верно. Фатимат. Гага. Это полярная птица или город в Дании? Полярная птица. Верно. Алексей. Кто побывал в Индии раньше? Афанасий Никитин или Васка де Гама? Афанасий Никитин. Верно. Виктор. Назовите европейскую страну, 40% территории которой лежит ниже уровня моря. Голландия. Верно. Ирина. Имя автора картины купания красного коня Петрова Воткина. Кузьма и Федор. Кузьма. Верно. Лариса. В армии какой страны служили янычары? Турецкая. Верно. Игорь. В жизни какого писателя снят фильм режиссера Алексея Учителя, дневник его жены. Время вышло. Правильный ответ Бунин. И в этом раунде вам удалось положить в банк 25 тысяч рублей. Кто в школе прогуливал уроки? Кто никогда не испытает горя от ума? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. Второй раз подряд Лариса сильное звено. У нее опять ни одного неверного ответа. Слабое звено Фатимат. Один ее неверный ответ лишил команду двух тысяч рублей. Но кому же не дадут продолжить игру? Голосование окончено. Пришло время узнать, кто, на ваш взгляд, самое слабое звено. Ирина. Алексей. Игорь. Игорь. Фатимат. Игорь. Фатимат, за что вы преследуете Алексея? Наоборот. Я не преследую. Почему преследую? Но вы второй раунд подряд пишете его именно в своей табличке. Ну, я думаю, что он просто не смог свои знания показать. А у вас есть знания? Если знаний не было бы, чтобы я сюда приехала издалека. Вот и я думаю, что вы приехали издалека. Алексей, какие у вас претензии к Игорю? Вы знаете, Маша, к сожалению, в вашей игре существует один малоприятный момент, когда нужно кого-то писать. Сейчас получился раунд, когда команда сыграла, я считаю, что очень хорошо, очень дружно. И Игорь как раз был тем человеком, который клал деньги в банк. И поэтому я, честно говоря, скрипя сердце, написал его. Ну, наверное, просто потому, что кого-то надо было написать. Обычно пишут по какой-то причине. У вас нет никакой причины. Виктор, ну а почему вы написали на своей табличке имя Игоря? Понимаете, может быть, я был не очень внимателен. Мне показалось, что на два вопроса он ответил. Он ответил на два вопроса и не ответил на один. И положил в банк 20 тысяч рублей из 25, положенных всеми вами. Игорь, во дворе с друзьями у вас лучше получается. Вы самое слабое звено. Прощайте. Снова не изменил себе. Я принес пользу людям. Больше всех положил денег в банк. Отвечал тоже практически лучше всех. Но люди почему-то это не оценили. Но ничего, я к этому привык. Раунд четвертый. И к этому моменту вам удалось заработать 65 тысяч рублей. Из возможного приза 150 тысяч. У вас осталось только пятеро. Раунд будет короче еще на 10 секунд. Теперь в вашем распоряжении всего 2 минуты. И мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это Лариса. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Лариса, что в названии фильма Кира Муратовой было долгим? Встречи или проводы? Короткие проводы, долгие встречи. Ответ. Простите, повторите еще раз. Что в названии фильма Кира Муратовой было долгим? Встречи или проводы? Проводы. Верно. Фатимат, как называется и испанский народный танец, и произведение Марии Саравеля? Фламенко. Неверно. Болеро, Алексей. Как называется углубление для мяча при игре в гольф? Лунка. Верно. Виктор, в каком веке человеку впервые было пересажено сердце донора? В двадцатом. Верно. Ирина, сова или крокодил не может вращать глазами? Крокодил. Неверно. Сова. Лариса, под каким названием в магазине можно купить ламинарию японскую? Морская капуста. Верно. Фатимат, какая азиатская страна в 1944 году участвовала в разработке устава ООН? Фатимат, Китай. Алексей, назовите имя и фамилию автора музыки к кинофильму «Дети капитана Гранта». Исак Дунаевский. Верно. Виктор, какую единицу измерения используют на международном рынке при определении цены нефти? Баррель. Верно. Ирина, на флаге какого государства Северной Америки изображены орел, змея и кактус? Пас. Мексика. Лариса, название какой науки произошло от греческих слов в переводе, означающих душа и лечение? Пас. Психиатрия. Фатимат, как в уголовном кодексе называется тайное хищение имущества граждан? Грабеж. Кража. Алексей. Главой какого государства был Иосиф Броститу? Югославия. Верно. Виктор. В каком городе происходит действие повести Бориса Васильева в списках незначился? Береми, по-моему. Неверно. В Бресте. Ирина. Панк. Назовите профессию героя фильма «Высота», сыгранного Николаем Рыбниковым. Альпинист. Неверно. Монтажник-высотник. Время вышло. И в этом раунде вы положили в банк одну тысячу рублей. Чье лицо не обезображено мыслью? Чьи знания заросли паутиной? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. Сильное звено Алексей. Он единственный, кто верно ответил на все вопросы. Слабое звено Ирина. Ни разу не ответив правильно, она упустила 4 тысячи рублей, заработанных командой в этом раунде. Но кто же проголосует в последний раз? Голосование окончено. Пришло время узнать, кто, по вашему мнению, самое слабое звено. Ирина. Фатимат. 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 Лариса, чем вам не понравилась Фатимат? Она мне всем нравится, замечательная женщина. Но, по-моему, в этом раунде у нее не было ни одного ответа. Так? Ни одного правильного? Да, ни одного правильного. Это так, да? Это так, но она не единственная, у кого не было ни одного правильного ответа. А вы не замечаете, что вам нечего класть в банк? И это есть. Потому что Ирина идет перед вами. Ну, Фатимат заметнее. Оказалось. Ирина, опять не те вопросы достались? Видимо, да. И как результат ни одного правильного ответа? В этот раз еще хуже. Действительно, еще хуже. Как вас команда терпит? Ну, а почему вы и Фатимат дальше терпеть не хотите? Я бы не сказала, что я ее не хочу терпеть. Но других игроков я бы... Я бы хотела терпеть больше. Ну, терпите. Фатимат, на вашем месте должна была оказаться Ирина. Но вы самое слабое звено. Прощайте. Что? Надо было эту змею под колодную Ирину раздавить. Я пожалела, думала, она студентка, больная. Думаю, пусть останется. А замечательных мужчин я вычеркну в прошлых раундах. Лариса тоже змея, но она другой породы. Но Ирина ее потянет с собой. И они в одном клубке ужалят этих двоих мужчин. Раунд пятый. Общая сумма вашего выигрыша составляет 66 тысяч рублей. Если бы вы достигли своей цели, то эта сумма составляла бы 200 тысяч рублей. Вас осталось только четверо, и мы отбираем у вас еще 10 секунд. Мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это Алексей. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Алексей, в каком среднеазиатском государстве находится город Учкудук? Узбекистан. Верно. Виктор. Отряд ластоногих относится к рыбам или млекопитающим? Млекопитающим. Верно. Ирина. Какое число в системе римских цифр записывается буквой «Л»? 50. Верно. Лариса. Банк. Назовите имя норвежского путешественника Амонтона. Руальд. Руальд. Алексей. В горах или на болоте растет Эдельвейс? В горах. Верно. Виктор. Какая ящерица упоминается в названии рассказа Чехова? Хамелеон. Верно. Ирина. Как психологи называют болезненное влечение человека к поджогам? Пас. Пиромания. Лариса. Какое современное оружие, разновидность лука может быть боевым, спортивным или охотничьим? Арбалет. Верно. Алексей. Сколько человек находится на футбольном поле в момент начала игры, если на нем один судья и две команды? Если вместе с судьей, то 23. Верно. Виктор. На гербе какого русского города изображен царевич Дмитрий? Ярославль. Неверно. Углич. Ирина. Какое число мы получим, разделив длину окружности на длину ее диаметра? Радиус. Неверно. Число пи. Лариса. Какую героиню Шарля Перо в 47-м году сыграла Янина Жеймо? Залужку. Верно. Алексей. Лимонный или яблочный запах имеет растение мелисса? Лимонный. Верно. Виктор. Панк. В каком московском театре с 46-го года идет необыкновенный концерт? Театре Куком. Верно. Ирина. Андреевский флаг устанавливают на носу или на корме российских военных кораблей? На корме. Верно. Лариса. Назовите вторую палату российского парламента, существующую наряду с Советом Федерации. Госдума. Верно. Алексей. Банк. Время вышло, я не успеваю задать следующий вопрос. И в этом раунде вы положили в банк 12 тысяч рублей. Кто хватается за соломинку? Кого уже ничто не спасет? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. Второй раз подряд Алексей – сильное звено, а Ирина – слабое звено. Но отразит ли на этот раз голосование статистику? Голосование окончено. Пришло время узнать, кто, на ваш взгляд, самое слабое звено. Ирина. Ирина. Виктор. Ирина. Лариса, почему вы только сейчас поняли, что Ирина – самое слабое звено? Ну, что вас привело к этой мысли? У Ирины, по-моему, два было, не было правильных ответов. Или один. Два? Да. И настолько я правильно запомнила, у Алексея, по-моему, все ответы. У Виктора только один. Поэтому Ирина. Виктор, зачем вы так с хорошенькой девушкой? Мне очень жаль, но она второй раз сыграла плохо. Я уже, если вы помните, я один раз уже писал. Но Лариса ее смогла защитить. Ну, сейчас, что же сделаешь? Они, в принципе, сыграли обе одинаково. Да она на протяжении всей игры играет неважно. Нет, почему? Два тура она сыграла вроде ничего. Неплохо. Один. Ну, два. Я говорю точно, не стоит со мной спорить. Ирина, теперь вы на своем месте. Вы самое слабое звено. Прощайте. Для меня было главное, ну, хотя бы в первом раунде не вылететь. Я очень рада, что остались достойные люди. И Лариса, и Алексей, и Виктор, они играют достойно. И я думаю, что не стоит делать прогнозов. Выиграет сильнейший. Раунд шестой. И у вас в банке 78 тысяч рублей. Из возможных 250 тысяч. Вас осталось только трое. Раунд будет короче еще на 10 секунд. И мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это Алексей. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Алексей, пьеса Алексея Арбузова называется Машенька или Таня? Таня. Верно. Виктор. Какому полководцу принадлежат слова «пуля, дура, штык, молодец»? Суворова. Верно. Лариса. Банк. Знаменитый врач Николай Амосов по специальности был психиатром или хирургом? Хирургом. Верно. Алексей, вождем какого народа был легендарный Монтесума? Ацтеков. Верно. Виктор. Символом какого европейского города стала капиталистская волчица? Рима. Верно. Лариса. Банк. В каком фильме героиня Фаэна Раневской была домработницей профессора Никитиной? Верно. Алексей, от содержания какого вещества в винограде зависит крепость натурального столового вина? Раз. Сахара. Виктор. Назовите основную единицу длины в международной системе Си. Метр. Верно. Лариса. Кефара в Древней Греции была духовым или струнным музыкальным инструментом? Струнным. Верно. Алексей. Корабейник на Руси занимался торговлей или охотой? Торговлей. Верно. Виктор. Какой мореплаватель XX века назвал свое судно Калипсо? Турхеридал. Неверно. Жак Ивкусто. Лариса. История. Какую страну завоевал Александр Македонский, победив царя Дария Третьего? Персил. Верно. Алексей. Назовите фильм Андрея Тарковского, снятый по мотивам рассказа Владимира Богомолова «Иван». Иваново детство. Верно. Виктор. Разница во времени между Москвой и Вашингтоном составляет 8 или 12 часов? 12. Неверно. 8. Лариса. Как звали героиню золотого ключика, в который был влюблен Пьеро? Мальвина. Верно. Алексей. Название какой отрасли медицины произошло от латинского слова, означающего оживление? Реанимация. Верно. Виктор. Банк. Время вышло. Вы успели положить деньги в банк. И в этом раунде вы заработали 9 тысяч рублей. В седьмом раунде мы удвоим ту сумму, которую вы положите в банк. Это значит, что в следующем раунде у вас есть возможность выиграть 100 тысяч рублей. Но сейчас вам необходимо ответить на главный вопрос. Кто уйдет, чтобы никогда не вернуться? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. Третий раз за игру сильное звено Лариса. Все ее ответы были верны. Слабое звено Виктор не смог ответить на два вопроса. Но кто же продолжит игру в финале? Голосование окончено. Пора узнать, кто, по вашему мнению, самое слабое звено. Виктор. Алексей. Виктор. Лариса, вы так посмотрели на табличку, как будто видите ее в первый раз. Это ваша табличка? Да. Это вы писали? Да, я написала. И кого вы там написали? Виктора. Ну и почему? Почему Виктор? Да. У Виктора, по-моему, два было неправильных ответа. И какой из них вам больше всего запомнился? Какой Виктор? По всей видимости, Прокалипсо. А. Жак, я пусто, да. Поразительно, как вы с такой памятью дошли до финала. Алексей, а вам что больше всего запомнилось в игре Виктора? Ну, вы знаете, к сожалению, пришлось написать Виктора. Виктор показывал на протяжении всей игры достаточно стабильный уровень. Он хорошо играл. Просто в этом раунде у него получились действительно два обидных прокола, которые порвали цепь. Какие проколы? Вы знаете, Маша, к сожалению, я тоже запомнил вот только про Калипсо. Второй не запомнил. А что он ответил на вопрос про Калипсо? Он ответил Турхиердал. И вы считаете это очень грубой ошибкой? Вы понимаете, таковы правила игры. Кто-то должен уйти. Виктор, похоже, команда Турнула вас за Фирдалом. Вы самое слабое звено. Прощайте. Раунд седьмой. Вы выиграли 87 тысяч рублей из возможных 300 тысяч. Лариса, Алексей, вас осталось только двое. На этот раз в вашем распоряжении будет всего 90 секунд. Но любая сумма, которую вы заработаете в этом раунде, будет удвоена и добавлена к той сумме, которая у вас уже есть в банке. Это и составит финальный приз. В этом раунде на кону 100 тысяч рублей. И мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это Лариса. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Лариса, корабли-авианосцы появились в Первую или Вторую мировую войну? Во Вторую. Неверно, в Первую. Алексей, какие горы на Украине иногда называют таврическими? Карпаты. Неверно, Крымские. Лариса, как называется и часть папиросной гильзы, и часть духового музыкального инструмента? Монштук. Верно. Алексей, бонбоньерка предназначена для хранения конфет или ниток? Ниток. Неверно, конфет. Лариса, каким английским словом называют любимое занятие в свободное от работы время? Хобби. Верно. Алексей, персиков, фамилия профессора в собачьем сердце или в роковых яйцах? В роковых яйцах. Верно. Лариса. Банк. Как до пятого века нашей эры называлась Испания? Иберия. Верно. Алексей, каким словом называют и штурм крепости, и момент усиления боли? Еще раз. Каким словом называют и штурм крепости, и момент усиления боли? Захват. Неверно, приступ. Лариса. Героями какой поэмы Пушкина были Олега и Земфира? Цыгане. Верно. Алексей. Породой каких животных являются ахалтыкинцы? Лошади. Верно. Лариса. Банк. В какой части света находится озеро Байкал? Азия. Верно. Алексей. Как называется широкий рост рук внизу у юбок и брюк? Клеш. Верно. Лариса. Банк. Как называлась страна, в которую попала Алиса в первой книге писателя Льюиса Кэрролла? Алиса в стране чудес. Страна чудес. Алексей. Банк. В какой части света обитают броненосцы? Время вышло. Правильный ответ в Америке. Вы двое в этом раунде заработали 7 тысяч рублей. Ну что ж, мы удвоим эту сумму и добавим к тому, что было заработано в предыдущих раундах. Это значит, что общий приз сегодня составляет 101 тысячу рублей. Но только один из вас сможет забрать эти деньги с собой. Сейчас вам придется играть друг против друга, лицом к лицу. Вы по очереди ответите на пять пар вопросов. Выиграет тот, кто даст больше правильных ответов. Правило очень простое. Если после пяти пар вопросов у нас ничья, мы продолжаем игру до первого проигрыша, пока не определится победитель. Итак, Алексей, Лариса. На кон поставлено 101 тысяча рублей. Играем слабое звено. Лариса, как сильное звено по итогам прошлого раунда? Вы выбираете, кто будет первым отвечать на вопросы. Пусть это будет Алексей. Алексей, какой композитор, чья опера «Признанная Европа» была первой постановкой театра «Ла Скала», стал пушкинским героем? Можно повторить вопрос? Какой композитор, чья опера «Признанная Европа» была первой постановкой театра «Ла Скала», стал пушкинским героем? Джузеппе Верди. Это неправильный ответ. Правильный ответ Антонио Сальери. Лариса, назовите австрийского композитора, руководившего летними концертными сезонами в Павловске и посвятившего России фантазию «Русская деревня». Это Юганн Штраус. Это правильный ответ. Алексей, как в Древней Греции называлось торжественное шествие в честь божества с приношением даров? Триумф. Это неправильный ответ. Правильный ответ – помпа. Лариса. Какой современный термин в Древнем Риме означал сложный правовой процесс, посредством которого отец фамилии освобождал кого-либо из детей от родительской власти? Нет ответа. Правильный ответ – эмансипация. Алексей, какая буква современного русского алфавита, не имеющая аналогов в кирильце, была введена в 1735 году Академией наук при окончательном оформлении гражданской азбуки? Какая буква современного русского алфавита, не имеющая аналогов в кириллице, была введена в 1735 году Академией наук при окончательном оформлении гражданской азбуки? И краткая. Это правильный ответ. Лариса. Какое слово в словаре Ожегова определяется как глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт? Знаток? Это неправильный ответ. Правильный ответ – мудрость. Алексей, назовите французского артиста в 1947 году, основавшего в Париже театр Пантомимы. Ну, наверное, Жан Габен. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Марсель Марсо. Лариса. Назовите балерину, которая исполнила партию Джульетты в первой постановке в СССР балета Прокофьева «Ромео и Джульетта». Галина Сергеевна Уланова. Это правильный ответ. Алексей, если вы сейчас ответите неправильно, вы проиграете. Какое полотно Ильи Репина было изъято из экспозиции после первого же показа по распоряжению оберпрокурора Священного Синода, так как привлекало особое внимание публики кровавым реализмом? Утро стрелецкой казни. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Иван Грозный и сын его Иван. Иван Грозный и сын его Иван Грозный.